Windows 2008 R2. Усиленная защита RDP через SSH. Использовать будем сертификаты. Изначальное RDP соединение в Windows довольно слабо защищено. Соответственно, давайте его усилим с помощью небольшого прокси сервера на базе SSH сервера и аутентификации через ключи. С помощью PuTiGen сгенерируем пару ключей. Итак, нажимаем сгенерировать ключей. Для работы OpenSSH нужны ключи типа SSH2RSA или SSH2DSA. Нажимаем генерировать и шевелим мышкой. Итак, наш ключ сгенерирован, наш пара ключей. Зададим пароль. Сохраним публичный ключ. Назовем его Pub. Кей. И сохраним приватный ключ. Назовем его Priv. Больше генератор ключей нам не нужен. Теперь необходимо публичный ключ перенести на нашу систему. Для удобства я его расположу там, где находятся файлы, когда заходим в систему через SSH консоль. Разместили. Теперь Снова запускаем PuTi. Пока заходим как обычно. И делаем необходимые настройки для использования ключа. И импортируем ключ из файла. Так, все необходимое сделано. Теперь нам необходимо отключить аутентификацию по паролю. Давайте это сделаем. Запускаем редактор Vim. И конфигурируем SSH Dconfig. Файл конфигурации Сервера SSH Находим в нем строчку, отвечающую за аутентификацию. По умолчанию аутентификация по паролю разрешена. Давайте это изменим. И запишем наши изменения. И перезапускаем службу. Перезапустили. Давайте снова с помощью PuTi Подключимся. Попытаемся подключиться. Система нас отключила, так как метод аутентификации ей не понравился. Обычно, когда разрешаем RDP, публикуем RDP наружу. В этом случае публиковать RDP наружу не надо. В этом случае вы публикуете только порт SSH, в который вы подключаетесь через ваш SSH сервер. А дальше небольшое шаманство. Идем в SSH, добавляем ключ. Идем в туннели и добавляем локальный туннель. Ну, допустим, 9001, destination, localhost и порт 3389. Не забываем нажать ADD и открываем. И теперь запускаем RDP клиент и набираем localhost 9001. Подключение производится к нашему клиенту PuTi. Нажимаем администратор, пароль. Ну, вот, как мы видим, мы провалились в нашу машину через туннель, который организован через SSH. Очень защищенное соединение.